На плохую работу общественного транспорта жалуются жители Актобеа. По словам горожан, на остановках им очень долго приходится ждать нужный маршрут. Часто в автобусах холодно и грязно. Накануне в Экемате, который выделяет миллиардные субсидии автотранспортным компаниям, решили выяснить, насколько претензии обоснованы. Что из этого вышло, расскажет Эльмира Иржанова. На большой интервал между внутригородскими автобусами люди жалуются часто. Особенно трудно приходится жителям окраин и пригорода. По традиции туда транспортные компании выделяют старый транспорт, в котором холодно, грязно. К тому же техника периодически выходит из строя. Ездить маршруты должны до 10 вечера, но по факту заканчивают рейсы намного раньше. В 8 часов уже нет автобуса. Ни зимой, ни летом. Ну а вот стоим уже с полчаса. Постоянно переполнены, но автобусы достаточно старые и холодные. Поэтому хотелось бы больше обновления автобусов. Жалобы оказались не беспочвенными. Аким Ак-Тубе проверил работу крупного перевозчика ТО «Автопарк», который вместо заявленных 173 единиц транспорта выпустил на линию в 7 часов вечера около 100 автобусов. Такая же ситуация в ТО «Табос». Там тоже работало вдвое меньше транспорта. А ведь из местного бюджета на субсидирование четырех автотранспортных компаний только на этот год Акимат выделил 5,4 миллиарда в тенге. Они по субсидиям меньше сумму получают за счет того, что у них маршруты меньше выходят. Помимо этого, нами направляются уведомления перевозчикам и направляются письма в транспортную инспекцию. После чего транспортная инспекция в отношении перевозчиков оформляются штрафы определенные. Перевозчик нехватку автобусов на линиях. Следовательно, большой интервал между ними объясняет дефицитом водителей. Говорит, даже при зарплате в среднем в 300 тысяч тенге желающих работать нет. Что касается обновления автопарка, то в следующем году в Ак-Тубе должны завести 70 автобусов.